Поехали! Что не так с буддизмом? Привет, друзья! Когда я был маленький, мне нравилось смотреть фильмы о восточных единоборствах. И как-то, знаете, одно за другое, меня заинтересовал буддизм. Очень интересная культура, и как я поначалу думал, что это религия, но потом понял, выяснил, что это не является религией в буквальном смысле, потому что Будда у них не является богом, и вообще есть просто, ну как бы, основной Будда, главный Будда, но в принципе Будд, даже до него было там только каких-то известных там семь, что ли, я точно не помню уже подробности, но то есть это много есть личностей, которых называли Буддами. А есть еще такая штука, называется Многообожие, и там тоже нету какого-то бога, и вот этих богу-гов там много просто как бы, да, интересно. Но Будда это в целом сверхсущество определенного рода, которое достигло нирваны и существует в состоянии такого, получается, вечного покоя. И при этом обладает невероятными силами, может превращаться, может превращать себя во что-то вот размером с атом, может превращаться во что-то размером с целую вселенную. И суть буддизма, как и многих других индийских учений, заключается в том, что вы можете стать таким клевым, всемогущим, крутым существом, вырвавшимся за пределы сансары. Вот. Ну то есть то, что это вот совсем не религия, ну лол как бы. Более того, там есть определенные предположения насчет состава мира, нескольких миров, там шесть миров как минимум, но миры определяются психофизически. То есть, ну например, есть мир существ, которые проживают, так скажем, условно в аду, это переводится как ад, и их переводят иногда адяне, жители ада. Есть нароки, а это и есть нароки, нароки. Есть следующие вот такие существа, это которые голодные духи преты. Есть животные, есть люди, есть асуры, и есть дэвы. Дэвы это вообще самые высшие боги, которые живут дольше всех, но все равно они смертны, между прочим. Ну, постулируется громадное количество существ, и у каждого из этих вот типов существ, ну то есть дэвы, асуры, люди, животные, преты и нароки, у них свое как бы своеобразное бытие в мире, вот это вот такое получается, их свое бытие в мире, и буддисты под них выделяют под каждую вот эту категорию отдельный мир. Не очень научно, философски, может быть, с какой-то точки зрения, но в буддизме очень много странных элементов, которые, ну, очень трудно трактовать как чисто вот такое вот, ну, что-то действительно воспринятое на веру, скорее. Да вроде как и достигнув просветления, становишься Буддой. В общем, это просто не... Плюс-минус, потому что, когда ты достигаешь просветления, ты становишься подобным Будде, и просветленный, то есть человек, который вот сейчас вот находится в мире, и обладает просветлением, он выполняет функцию Будды на земле, получается, то есть он готовит следующие кадры людей и других живых существ, чтобы перевести их в нирвану. Основная цель Буддизма, практически всех течений Буддизма заключается, формулируется таким образом, перевести всех живых существ, то есть не только людей, но людей по преимуществу, потому что люди могут только перейти в... То есть с помощью человека надо перевести всех существ в нирвану. Просто почему другие существа не могут попасть в нирвану, здесь ответ, ну, обычно, так почему это так? Читала-юга-сути это написано, почему именно человек, избранный среди буддистов, человек является избранным. Читала-юга-сути это написано. Вот, человек является избранным, потому что только он недостаточно много страдает, как, например, нароки, жители адов, они очень много страдают, животные тоже много страдают, они жрут друг друга, там, не знаю, там ад происходит, они просто в кровь разрывают друг друга, либо мало живут, либо живут, ну, плохо, либо им просто приходится много выживать. А есть существа более высокие, чем люди, Это асуры и дэвы. Вот эти вот существа, они, во-первых, очень долго живут, у них длинный срок жизни, они живут в благе. Им постоянно, особенно дэвам, дэвам очень хорошо, они в блаженстве проживают, им кайфово, они, в общем, да, как будто постоянно под наркотиками, которые мы не поддерживаем на данном канале. Но при этом, несмотря на то, что они постоянно под наркотиками, так скажем, у них это постоянно благостное состояние, их тела никак не разлагаются, им, в принципе, очень даже хорошо. А, это как религия, не религия, ну, такое. Такое учение, где никаких волшебных богов не существует. Боги в буддизме существуют, вообще-то. Которые там все. Напоминаю историю о том, как, в общем-то, Будда, и становление истории Будды, в общем-то, имеется в буддизме, и когда он, в общем-то, покидал родительский дом, ему, похоже, помог бог Брахма, но это как бы не абсолютный бог, но такое как бы. Боги там есть. Сильные, которые творили. Всесильных нет, но боги есть. Вселенную, ничего такого. Мне это было интересно, и глядя на то, как на экране люди как-то там супер-пупер концентрируют. Так, друзья, у меня вообще стрим-то идет, я не понимаю, где какие-то комментарии. Вы меня все, игнорите, что ли? Вы обиделись на меня? Я что-то плохое сделал сейчас, друзья, подождите. Отзовитесь кто-нибудь, кто меня смотрит хотя бы, а то я как-то вот что-то побаиваюсь. Серьезно, пять человек, меня еще и ВКонтакте покинули. Да вы как? Что происходит, друзья? Мы смотрим видосы, что происходит? Вы пошли, в общем-то, смотреть, что ли, дебаты между спайком и каким-то там ученым? Ребята, вы серьезно? Вы бросили меня ради вот этого вот? Да нет, вроде все идет, сейчас. Дебат? Хорошо, понятно, просто что-то никто не пишет, я уже не привык, особенно не привык, что вы ничего не пишете. Это меня прям печаль, боже мой, боже мой, сейчас вы увидите нечто невероятное. У мужика 677 лайков и 694 дизлайка. Как это интересно. Трировали свою волю, которые какие-то такие достижения делали, вот какие-то физические, да, в плане спорта, единоборств, но и в плане вообще какой-то дисциплины духа, в плане понимания вообще философии бытия. А еще у Будды были сверхспособности. Как бы это? Ну это не религия, но у Будды были сверхспособности, и у вас будут сверхспособности, которые вы не будете никому показывать вообще-то. Вы не должны никому показывать свои сверхспособности, чтобы никто их не увидел, кроме вас. Я был вдохновлен всем этим, и я, ну, был, в общем-то, впечатлен буддизмом, и у меня были такие мысли, что они ударятся ли самому, вот как-то плотно заняться всем этим способом. А потом чувак понял то, что жизнь это иллюзия, и он надел на себя футболку, на которой был нарисован пиджак, чтобы проявить вот эту иллюзорность мира. Вот люди просто могут посмотреть, подумать, на нем вроде бы надет пиджак, правильно? А на самом деле это футболка. Иллюзия, майя. Светить свою жизнь вот этому направлению. Прошли годы, мое мнение по буддизму радикальнейшим образом изменилось. И сегодня я хочу поделиться с вами, почему так произошло. Ускоряем, потому что... Дело в том, что когда я тренировал свое грамотное мышление, свою способность как-то внимательно и рассудительно мыслить и быть эффективным при решении задач, я так или иначе натренировал свою способность к аналитике. То есть, глядя на какое-то явление или на какой-то предмет, я разбирал... По-моему, это буддисты его дизлайка на дизлайкали. Ну а что, это же не религия, правильно? Буддисты за добро, за благо, но на дизлайк как бы от души влепить на ютубе можно. Его структуру, докапываюсь до его сути, до его свойств, все это разбиваю на категории, раскладываю по ячейкам у себя в голове, чтобы потом умело со всем этим обращаться. И когда я разобрался в сути... Ну ты крутой чувак, да. ...буддизма, то, ну знаете, как в книге Миямута Сагена или Сагена, я не знаю, куда ударение ставить, Дзен... Сагена. ...от А до Я. Вот как там написано, вся концепция буддизма заключается в двух словах. Эти слова просто сиди. Гениальная трактовка буддизма, вот прям вот просто сиди. Чтобы понять, что кроется за этими словами, многим людям не хватает целой жизни. Но, мол, чем ближе подкапываешься к сути буддизма, тем ты вот лучше-лучше познаешь всю глубину вот этих двух слов. Просто сиди. То есть не какие-то там невероятные миры и какие-то сакральные знания и истины, и не ты теперь должен пойти что-то делать и там образовывать массы и нести какой-то свет, а... Хорошие стоп-кадры, во-первых, но это всё херня. Ну, то есть, может быть, один какой-то буддизм мог такую херню сказать. Может быть, он дзен-буддизм даже, как бы. Вот и спишет, ахаха, что это, иллюзия такая или реальная футболка? Я уже шутил на этот счёт, это реальная футболка такая. Ну, чувак реально такой интересный. Пишут, этот Торвальд просто немного пришибленный, поверхностный и самолюбивый. От него прям несёт невежественным властолюбием. Вот, смотрите, вот и лицо его души. Как это, да, лицо его души? Вот оно. Просто сиди. Ну, и там объясняется практика созерцания без мыслей. Ну, в дзен-буддизме так просто это можно объяснить. То просто буддизмов вот-вот-вот стока. Вы не знаю, вы просто, чтобы перечислить эти буддизмы, все вы уже потратите достаточно приличное количество времени. Да, где ты просто созерцаешься? Вот, ты нас кинул, и мы плакали. Вообще, я думал, всё, меня все покинули. Я сижу здесь один, и меня даже никто не комментит. Давайте продолжим. Сейчас себя в этом мире, ну, то есть, рефлексируешь о себе, не прокручивая никакие образы в голове, игноривая там все эмоции, вообще, вычеркиваю, останавливая внутренний диалог. Об этом можно долго-долго рассказывать, куча книг написаны, но вот концепция просто сиди. Так вот я к чему. Есть разные течения. Культурные, религиозные какие-то течения, научные какие-то течения. Вообще разные какие-то философские направленности. То есть, одни люди на земле говорят, нужно заниматься вот этим, жить ради этого. Другие люди говорят, для другого нужно жить. И понимаете, буддизм, он в основе своего мировоззрения ставит отстранение от всего земного. Почему это, например, может быть какой-то неправильной концепцией? А буддизм не один ставит вообще, в принципе, отстранение от всего земного. Вы на самом деле неправильно трактуете его мудрость. Его мудрость в рубашке, которая выглядит как пиджак. В этом вся его мудрость. Он показывает, что мир на самом деле обманчив. Изменчив, видимо, сам себе. Нельзя войти в одну футболку дважды, иначе она станет пиджаком. Ну, вообще-то, правильно и неправильно. Это оценочные категории. Знаете, даже шутка такая по соцсетям ходит, где простоквашина, ну, я думаю, большинство из вас мультик про простоквашина все же видели. И там дядя Федор пишет письмо домой. И вот на тему буддизма шутка. Дорогая, дорогие мама и папа, пишет вам ваш сын дядя Федор из Шаолиня. Сегодня я достиг просветления и отказался от оценочных суждений, поэтому дела у меня никак. Смешно? Как бы все посмеялись. И действительно, правильно, неправильно, это оценочные категории. Есть просто действия и их последствия. Если будешь отстраняться от всего земного, медитировать, ты можешь достичь очень высокой степени умиротворения, успокоить нервы, просто себе вот существовать и ничем... Да, вот успокоить нервы — это главная цель всех буддистов. Успокоить нервы, друзья. А сейчас, да, футболка крутая, это самое лучшее, что есть на видео сейчас. Успокоить нервы — это, конечно, великая задача для любого буддиста. Сам Будда вот такой сидит, что мне делать, что мне делать? Потом под деревом дубом сидит, такой, ааа, точно, надо успокоить нервы, друзья. Надо успокоить нервы, такой садится, такой, ом, ом, манипэдмэхум, и внезапно к нему подходит демон Мара и начинает, в общем-то, там всякие вот противные штуки делать, чтобы Будда снова начал нервничать. Телочек там ему красивых присылает, а Будда такой, ом, ом, нет-нет-нет, никаких телочек мне не надо, друзья, нет. Нет, я успокоил свои нервы, я теперь асексуал. В принципе, это комфортно. Почему я не хочу жить так, а хочу жить по-другому, я это объясню чуть позже. Так вот, ну, предлагается просто отсутствовать. Ну вот у него реально получается, что Буддизм — это валерьянка, я согласен. На самом деле Буддизм куда более странный. Да, действительно, нирвана описывается в древних текстах как упокоение, то есть как вот такой вот у нас пример приводится. Вот у нас бушующее море, там волны, все так жу-жу-жу, все взлетает. Это сансара. И когда мы видим ровную гладь воды, а вот это нирвана. И когда люди просто отстраняются от всего, от всей этой жизни, то получается, что человек, который мог бы стать ученым и где-то в лаборатории открыть какое-то чудодейственное лекарство, он не стал этого делать. Ох, чудодейственные лекарства — это, конечно, тоже забавная тема для разговора. Чудодейственные лекарства. Но давайте не будем об этом. Он отстранился от этого мира. Чудодейственные лекарства — это, конечно, да. Просто сидел на какой-то циновке и созерцал себя, остановил внутренний диалог, достиг какого-то умиротворения, достиг какого-то просветления, как ему кажется, что это просветление, и ему было хорошо. Этот чувак что-нибудь полезное, кстати, сделал. Просто мне интересно. То есть уж такой аргумент к буддистам. А он сам, что, он крутой? А какой-то человек мог какие-то... Да, опиаты можно употреблять, если хотите. Нет, нельзя. На нашем канале нельзя употреблять опиаты, но если вы очень хотите стать буддистом, видимо, но вам нужны опиаты, видимо, вот, и всё будет нормально. Вершинный постичь в искусстве. Он мог всему миру показать, вот какое искусство ещё может быть прекрасное, великое, какие достижения могут быть. Но вместо этого он сидел медитировал. Кто-то мог в спорте показать какие-то. Кто-то мог, в общем-то, тоже стать потрясающим, умным, прекрасным человеком, а внезапно стал гегельянцем, и всё, как бы... Жизнь пущена в никуда. Он теперь просто диалектически рассуждает о том, не знаю, там, вот это хорошо, это плохо, а вот это синтез хорошо и плохо, как бы... Это иное, друзья. Не знаю. Всё. А мог бы стать великим учёным при этом. Не получилось. Да. Достижения. Но вместо этого он сидел медитировал. Он, в общем-то, или учёный, например, вот он пришёл в науку, он написал какую-то дурацкую работу, она ничего полезного, ничего хорошего в мир не привнесла, а при этом он мог быть вообще кем угодно, там, не знаю, спортсменом великим, великий, я не знаю, писатель, а вместо этого он занимался наукой, написал научную дурацкую работу, которая вот ничего полезного не сделала в мире. Так можно про всех вообще сказать, вообще про кого угодно. Потому что большинство людей, по сути, занимаются вещами бесполезными. Ну, такие интеллектуальные люди, они никакой практической пользы за собой, ну, обычно не несут. И даже учёные, ну, процентов, наверное, на 90. 90% работы учёных, так или иначе, это, ну, вот просто вот... Это то, что механизмом науки отбрасывается и не является полезным, и никому никогда в жизни не пригодится. Это такая вот пустая жертва 90% всяких вот этих вот исследований, бесполезных, которые, ну, ничего не сделают. Ну, Шижик стал весёлым гегельянцем, у которого извращение до переворачивания вместо синтезов тезисов, пишет в комментариях, да. Да, действительно. Можно продолжать по списку, да? Кто-то мог, не знаю, лечить, например, каких-то там больных детей или раненых на войне, отправиться куда-то в конфликтную зону, как у меня товарищ сделал, отправился в зону боевых действий. Кто-то мог бы пойти работать в Макдональдс и готовить вкусные, в общем-то, бургеры, а вместо этого он сидит и медитирует в храме. Ах, какой придурок, да? И там добровольцем... Может, проведёте стрим с Жижиком, сразу подписчиков прибавится? С удовольствием. Позовите мне Жижика, и я с удовольствием проведу с ним стрим. Мне, кстати, нравится его английский, я его понимаю вполне. Он очень хорошо проговаривает все слова с таким акцентом хорошим, качественным, славянским, и он заходит, действительно. Он, получается, вытаскивал раненых с линии фронта и лечил. Можно этим заниматься, но человек вместо этого сидел и отстранялся. И опять же, возвращаюсь к вопросу, а что в этом неправильно? Ничего неправильного не может быть, это всё оценочные категории. Можно жить так, действительно можно, то есть вот как буддисты хотят жить, можно так жить. И можно жить по-другому. Почему я поменял своё отношение к буддизму? Потому что ты надел смешной футбол, наверное. Потому что наши гены диктуют нам, что мы должны жить и как бы жить... В буддизме нет генов, друзья. Поэтому тоже не аргумент, наверное. Максимально безопасно и занять наиболее выгодное такое положение в жизни, чтобы продлить существование нашей ДНК в вечности. Я много раз это повторял в разных видео. То есть наше тело, это всего лишь инструмент для того, чтобы обеспечивать наше ДНК, которое в хромосомах содержится, обеспечивать необходимыми веществами, чтобы оно могло там как-то там... Ну если Жижик меня позовёт, я с удовольствием с ним проведу стрим. С удовольствием, Жижик. Он хорош, он интересен. Чума фантазии, его текст, который я читал для диссертации, ну, блин, это, конечно, ну, такое себе. Это очень экспериментальная эротика такая, знаете, с темой воображения. Ну, интересно, это интересно в некотором роде. Размножаться. Опять же, размножается оно там, скрещиваясь с другими образцами ДНК, для того, чтобы быть более вариативным, чтобы в меняющихся обстоятельствах, в условиях меняющегося климата и других каких-то обстоятельств, чтобы вот в разных условиях, там, одни дети не выжили, но другие выжили. И получается, такое ДНК более надёжно себя продлевает в вечности. То есть, другие какие-то варианты, ну, вот, кто размножается почкованием, те гораздо менее адаптивны к изменениям природы, и они гораздо проще вымирают. А те, которые скрещиваются, те, ну, получается, и дают вариативное такое потомство, те лучше адаптируются. То есть, получается, размножение для того, чтобы ДНК продлевалось в вечности. Тело для того, чтобы, ну, поставлять необходимость. Крутая цель жизни, друзья. Ну, всё, мы теперь знаем ответы на вопросы о смысле жизни. Всё понятно. Нужно продлить своё ДНК в вечности. Всё. У каждого из нас должна быть такая цель, друзья. Я надеюсь, вы понимаете, да, что всё, других целей быть не может. Поэтому мой канал сейчас внезапно переквалифицируется в пикап-клуб. Мы будем учиться, в общем-то, пикапить непосредственно девушек, чтобы продлевать своё ДНК в вечности, друзья. Как вам такой вариант? Для того, чтобы перемещать, чтобы приводить к вкусному, чтобы уводить от опасности. Просто инструмент, придав. Ну, то есть, буддисты, они плохи, потому что они не занимаются сексом, видимо. Вот и всё. Круто. Сильно. Чтобы ДНК существовало. Мозг. Мозг, без которого бактерии вроде бы как прекрасно существуют, но это на первый взгляд прекрасно, а на самом деле бактерии берут только тем, что они триллионами размножаются, и в неблагоприятных условиях обычно 99,9% этих бактерий вымирают. Он сейчас о кислородной катастрофе, например, говорит, или о чём? Просто, да, бактерии реально, ну, типа, очень много, но 99, вот эти вот проценты, он что-то вот не туда куда-то копает, потому что, ну, да, это очень похоже на вот одну единственную ситуацию, которая в земле случилась, это кислородная катастрофа, когда биологи, в общем-то, предсказывают, что погибла большая часть живых существ, это одна из первых таких вот... Да, действительно, что всех недалёких и злых невеж тянет на биологизатор с... Ну, да, действительно, тоже смешно. Но суть заключается в том, что он, видимо, говорит о кислородной катастрофе. Вот представьте, что внезапно... А в чём заключалась кислородная катастрофа? Кислород внезапно появился. До этого способ произведения энергии был непосредственно анаэробный, а стал аэробный. Теперь выжили те существа, у которых был аэробный, в общем-то, способ получения энергии непосредственно. И представьте себе, вдруг всё внезапно поменяется. Обратно. Кислород исчезнет. Будет абсолютно такая же катастрофа. И как думаете, сколько животных с мозгом выживет в такой катастрофе? Ну, вот-вот как вы на это ответите, друзья. И кто круче, кто выживабельнее? Люди или бактерии? При том, что вирусы... Ну, вирусы уже... К вирусам давайте обратиться. Это ещё проще. Вирусы ещё проще. Так они же меняются просто вот дико. Они дико меняются. И могут подстраиваться по среду... Ну, они меняются быстрее людей, получается. Быстрее живых существ. Они могут меняться буквально с поколениями людей. Вот поколение людей изменилось, а вирусы уже новые приходят. И показывают вам, кто, в общем-то, здесь босс на нашей планете. Ну, то есть, странные у него утверждения в данном случае. И только какие-то там в вялом состоянии могут пережить там какие-то условия и потом снова размножиться. То есть, они берут только количество. А каждая какая-то конкретная бактерия себе гарантировать, что вот именно её генетическая линия... Ну, там, бактерии... Я не знаю, есть ли у бактерий вообще гены, это... Так, ладно. Сейчас, тихо. Ладно, хорошо, друзья. Да, биолог... Биолог из него, конечно, охуенно. И просто вышка. Ой, сейчас. Ну, вообще, чтобы вот именно она свою линию родовую продолжила, именно вот эта вот бактерия, она себе такого никак не может гарантировать. А мы можем. То есть, мы рождаемся и знаем, что, ну, практически со стопроцентной вероятностью у нас будет... Ну, просто чувак сейчас про биологию рассуждает так пафосно. Всё зависит от биологии, всё клёво. Гены важно передавать. Так, а есть ли у ген... У бактерий гены вообще? Я же тут просто минут пять рассказывал про бактерии, вам не за... Друзья. Так, а есть ли у них гены или нет? Ну, не знаю. Не знаю. Нормальная возможность завести своих детей и умереть своей смертью. Ну, бывают несчастные случаи, да? Но у нас мозг для этого есть. Чтобы мы обслуживали вот эту свою необходимость жить в безопасности. В каком сказать? В доспадке? Чтобы всё было. Ты чувак просто, блин, топит, охеренно. Он бы, не знаю, про архей лучше бы рассказал нам. Чё нам эти грёбаные бактерии? Ну, бактерии это банально вообще-то. И чтобы эффективно... Это обои за стеной. А может быть, это он просто... Как и у меня сделал... Ну, как эта штука называется? Хромакей. Просто у него вкуса недостаточно, чтобы нормально ещё этого очень придумать. А может быть, у него зелёная футболка на самом деле, и он хромакей выводит себе пиджак на неё? Как вам такой вариант, а? Размножится продлить своё существование в вечности. То есть мозг, он служит, чтобы вот это всё обеспечивать. Ксения уверен, что многие животные доживают, ну, в своей смерти умирают. Ну, как вариант. Просто вот там вам, например, люди. Люди. Берём людей как животных. А многие люди за всю историю человечества умирали своей смертью. Вообще, что такое умереть своей смертью, друзья? Что это вообще за категория такая умереть своей смертью? Многие люди в старости, например, умирают, но умирают от болезни непосредственно. Это тоже не смерть своей смертью. То есть вы можете умереть в 30 лет от какой-то болезни, а можете в 70 или 80. Это смерть своей смертью или нет? Кажется, нет. И таким образом, по всем вот этим показателям видно, что вот у нас биологический такой запрос, генетический, что мы... Да я пошутил, нельзя так сделать хромангейм. Это просто смешно было. Должны. Мне для этого силённая футболка нужна, во-первых. Это будет смотреться. Я не знаю, как спроецировать. Мне тогда придётся отказаться от фона сзади. Но в теории это вроде возможно так-то. Просто вот здесь посередине сделать треугольник с галстуком таким иллюзорным, ну а руки уже как угодно будут там двигаться. Но это будет смешно. Это не будет так естественно выглядеть. Максимально развиваться, чтобы занимать всё лучшее и лучшее положение во Вселенной. То есть пока... Ну знаете, вот были динозавры. И упал. У него есть видео о маразме в бизнесе и понтах. Ладно, друзья. Если никто не хочет донатить, сегодня мы, может быть, следующее видео просмотрим в маразе, в бизнесе и понтах. Метеорит, по основной версии учёных, изменил климат резко. Хорошо, я даже выделю это, но вот это с 49 по 40 минуту специально посмотрю, если заказов не будет. Друзья, заказывайте видео, пожалуйста, а то мы будем смотреть этого чувака до бесконечности. Будем продлевать его ДНК в вечность. Если он не бактерия, конечно, ведь у бактерий же нету генов, понимаете? У бактерий нет генов, всё. Все животные... И у вирусов тоже ничего нет. Нет генов. Ни у кого нет генов, просто, понимаете? Только у людей с мозгами, наверное. Он ему больше 6 килограмм массой. А, а чё с буддизмом? А чё на чё не так с буддизмом, друзья? Мы уже 10 минут распеёмся над его биологией. Дело, вымерли. Не могли существовать при таком климате. И да, вот какой-то маленький-маленький зверёк был такой, который там... Из него там какой-то грызун, или он при динозаврах уже такой почти как грызун был. Ну вот, который потом в приматов превратился, приматы там размножились из них, потом человек получился. Мне кажется, он про терапсидов рассказывает сейчас. Он про маленького-маленького зверька, но они не были маленькими зверьками там на самом деле. Там ситуация обстояла значительно сложнее, чем маленький зверёк, который жил при динозаврах. Просто у этого зверька ещё предки были. И во времена динозавров, кстати, тоже... Ну, по крайней мере, в биологической теории это так считается. И это большое количество там таких животных, по сути, было. В общем, тоже очень интересные такие промежуточные формы между динозаврами и млекопитающими. Но они при этом не являлись потомками динозавров. То есть, они выглядели как такие... Что-то между динозаврами и млекопитающими. Тоже очень интересные такие создания. Да, действительно. Ну, ладно, интересно. Уже в таком более устойчивом климате, да? Ну, в более тёплом, что ли, когда там пыль вся осела. И мы теперь можем с такой вот большой массой тела всё же существовать. Так вот... Ну, чувак, может быть, один раз прочитал Википедию, вот так вот, вхух, пролетел по ней. Нормально. Эти все динозавры, они тоже стремились от природы продлить своё существование в вечности. Ну, вот... В триасе реально бегал очень маленький зверёк, если верить науке уже млекопитающей. Это, да, да, я не отрицаю. Это просто чувак очень странно это всё пересказал. Ну, то есть, чувак это вообще очень странно пересказал. У нас изменения обстоятельств, и вымерли. Ну, и тем более, Эротес, вы видели этого зверька в триасе? Когда вы в последний раз были в триасе, расскажите мне, пожалуйста, чтобы я точно уверился в вашем суждении. Я просто там никогда не был. По всей планете. И нам нужно развиваться, нам нужно заполнять как можно больше планет. Нам нужно адаптироваться к разным условиям, нам нужно... Опа! Фёдоров! Фёдоров, здравствуйте! Здравствуйте, я Казвис Фёдоров, нам нужно оживить наших предков и расселиться по всем планетам срочно. И стать бессмертными. И продлить ещё свою ДНК, кстати. Да, продлить ДНК. И можно маленького того зверька, млекопитающего из триаса тоже оживить. Ну, он охеренный вроде. Чё только людей-то оживлять. Давайте этот чувака тоже оживим. Будет нашим животным домашним. Я был во всём мезозои. Поздравляю, Этус. Поздравляю. Цунадо комментирует. На последнем стриме Сармата Азон сказал, что благодаря коронавирусу появится новый вид человека, который сможет дышать под водой. Нужно технологически выходить на всё более и более высокие уровни, чтобы сделать своё выживание... Потому что у него в лёгких будет вода, да, как я понимаю? Ну, чётко предсказуемо, что мы будем жить стабильно, размножаться и всё такое. Является ли это какой-то вселенской предопределённой абсолютной задачей, которая неким богом с золотыми буквами написана на каком-то священном заборе в космосе? Что вот стоит забор в космосе и на нём написано. Вы должны развиваться, заполнять планеты, чтобы вы обязательно выжили. Хочет ли вселенная, чтобы мы обязательно выжили? Нет. Кто-то скажет, что... Ну, не то, чтобы точно нет, но, скорее всего, нет. Разумеется, жизнь — это уникальнейший феномен, который в любом случае был задуман богом. Это такой божий замысел. И обязательно, естественно, это воля божья, что плодитесь и размножайтесь, что так должно быть, это в соответствии с моим планом, мол, я старался, создавал эту жизнь. А кто-то... Ну, я слышал о Докинзе, например, что он говорил, ну, там, что-то там, там, не важно, там, то-то и то-то и то-то, но я точно достоверно знаю, что через 100 миллионов лет жизнь будет продолжать развиваться, но вот всё точно так же будет оставаться вот на земле. То есть, есть законы природы непосредственно, они, видимо, существуют в реальности, но именно как-таки... Я не знаю, как они могут существовать на самом деле в реальности, как вот... Ну, вы понимаете, как некая сущность, но, видимо, он эта сущность на себе представляет, что они реально существуют в реальности, и люди, животные будут дальше развиваться, и в итоге всё равно останутся, и всё будет происходить, и все вот эти вот популяции, они будут... Уравновешены, всегда будет баланс этих популяций, всегда всё будет потрясающе, такие законы существующие, видимо... Не знаю, так же, как и физические... Ну, вот такое у меня возникла сейчас мысль по поводу вот слов вот этого нашего гражданина. Скажет, что Вселенная безлика и глуха, ей всё равно, что жизнь зародилась просто как случайный феномен, и пока мы, получается, вот здесь развиваемся, Вселенная даже не в курсе. То есть мы — это крохотная пылиночка в одной галактике, там вот одна... Сейчас, мне нужно ещё переварить про бактерии. Да, ну пылиночка — это, конечно, смешно, это такое, ну... Друзья, что за ссылка такая на странный сайт? Я, к сожалению, не знаю, что это. А, это что-то с пикчами? А, звёздочка, которую никто даже не увидит со стороны. И вот возле этой звёздочки одна крохотная планетка, и вот такой феномен на этой планетке. Вселенной не в курсе, ей плевать. Это кто-то так скажет. И действительно, нет никакого вот такого вот забора, от надписи на которой мы можем отталкиваться, что нам в любом случае нужно развиваться. Я всего лишь говорю, что это соответствует нашему биологическому запросу. То есть, опять же, этот запрос биологический, вот эта программа, которая у нас, она тоже не написана на заборе. Это просто выводится, ну, какими-то научными экспериментами, то есть понимаете... Спасибо, Олафара, спасибо, удачного стрима. Ты же Глакстар, наверное, был, нет? Этот символ, наверное, он мне запомнился только от Глакстара пока. Ладно, друзья, продолжаем смотреть. Человек от зверя отличается как раз тем, что мы можем выводить очень эффективно из разных обстоятельств абстракции, то есть мы можем понимать проекты. Вот, например, есть автомобиль... Олафар подписался, это, видимо, не Глакстар. Ну, хорошо, у нас новый подписчик, ура! Осьминог Октакетт считает книжечку, как мы видим, очень хорошо, очень симпатично. ... автомобиль. Ну, вот стоящий автомобиль, для какой-нибудь крысы, это просто предмет. Вот есть стена, есть камень, есть гора, вот есть автомобиль. А мы понимаем проект автомобиля. Оооо, психология крысы, бытие крысы, бытие крысы относительно предметов. Мы понимаем, что это колеса, он там крутится, что в нем сидеть, можно там согреться, можно свойства какие-то. То есть у нас абстрактная такая вот модель автомобиля с какими-то свойствами занесена в голову. Мы смотрим, мы этот предмет видим осмысленным. Крыса не видит его осмысленным. Для нее это, ну вот, просто предмет. Ее интересует там съедобно-несъедобно, можно прогрызть норку в нем или нельзя прогрызть норку, все. Никакого проекта нет. Так вот, получается, в отличие от зверя, мы, проводя какие-то научные эксперименты, можем видеть, что, ну да, то есть человек в различных обстоятельствах все время пытается выжить. А нахера мы, ну блин, люди не всю жизнь проводили научные эксперименты. То есть это не характерная черта для всего человечества проводить научные эксперименты. Научные эксперименты вообще не так давно появились как таковые. И это не так давно развилось, вот прям в такую популярную тенденцию все вот это вот проводить. Все время стремиться к размножению. Как только вот есть такая возможность, что вот выйти на лучший доступ, хоть мужчина, хоть женщина, если вот есть возможность продвинуться там вперед в статусе, в каком-то, вверх продвинуться в статусе, чтобы получить больше доступа к материальным благам и к большему количеству достойных партнеров для скрещивания, то подавляющее большинство людей всегда предпочитать немедленно это сделать, ухватиться за эту возможность. Только редкие-редкие отщепенцы единицами. Какие-то... Убер-маргинал, например, да. Полные уже социопаты. Вот они... Да. ...это не делают, они там уже на своей волне. А в основном все... То есть из этого выводится, что все-таки у нас такая вот программа есть. Ну и все звери там... Но чтобы перейти на больший, на лучший статус потребления там, не знаю, новых качественных самок, нужно как бы самому продвинуться, друзья, интеллектуально, например. Ну, например, интеллектуально. Ну, это нельзя сделать, это не так возможно, если ты ухватился и все хорошо так получилось. Эх, тоже странно. И те же бактерии, да, все стремятся выживать и размножаться, выживать и размножаться. И получается, когда мы... Бактерии стремятся размножаться. Стремятся. Стремятся, да. Стремятся, это такой волевой аспект. По-моему, плохая метафора для использования ее в отношении к бактериям. Бактерии просто размножаются, лучше говорить. Элтос. Маргинал просто по мальчикам и вроде не скрывает этого. И проблема в том, что маргинал не сможет продлить свою ДНК дальше. То есть он опять же противоречит этой концепции. Вообще геи противоречат этой концепции. Любые гомосексуальные отношения. Любые... Какие-то отщепенцы, так сказать. Это большое количество людей. Притом есть просто неудачники. Притом есть асексуалы и так далее, и так далее, и так далее. Буллер, приветствую. Давно видосы смотрите? Да, мы смотрим видосы не так уж давно, на самом деле. Уже полчаса, наверное, смотрим этот видос. Ну, я, как видите, комментирую довольно-таки просторно. Там сначала было много про буддизм просто. Сейчас про буддизм отпало. Ну вот, начали, начали, начали смотреть. Только одно видео вот это вот заказано пока что. Выбираем активное взаимодействие с жизнью. Какие-то вот научные открытия. Какое-то совершенствование своего тела. Улучшение медицины. Улучшение вот образования. Чтобы люди лучше справлялись. Не все люди к этому стремятся, в принципе. С задачами. Тем более животные не все к этому стремятся. Освоение там каких-то новых территорий. Более какое-то грамотное распределение. Ну, не знаю, там оптимизация экономики. Что вот мы там выбираем, что лучше него тактик. Ну, клево просто приводить в качестве примера одну единственную современную цивилизацию. Как вот, у-у-у, все. Мы все стремимся, все развиваем экономику, медицину. Это все важно, это все круто. Ну, это просто одна культура, одна цивилизация проводит все эти преобразования по всему миру. И это ее как бы задача получается, сверхзадача, наверное, ее такая вот выходит. И она с этим работает. Ну, то есть, это не значит, что все человечество к этому стремится. И всегда стремилась. Вот самый главный вопрос. Всегда стремилась, всегда будет стремиться. Ну, и по-другому быть не может. То есть, если мы представим себе какое-нибудь возможное альтернативное человечество, у которого была другая альтернативная история, не та, которая была у нашего, и вдруг не произошло раскрытие вот этой самой науки, не возникло предрассудков прогрессивистских таких. Если мы представим себе такую альтернативную культуру, то внезапно окажется, что вот все вот эти аптеки, его они нихера не стоят. Это просто нули такие. Вот он просто нам сказал, ну вот сейчас стремится, и это клёпо. И все, это мой аргумент. А вот так, и лучше не в этих широтах, а в этих широтах лучше сделать какую-то рокировку, чтобы стране было хорошо. Когда мы выбираем этот путь, мы лучше соответствуем нашей естественной биологической программе. То есть... Большая часть культуры на протяжении становления человечества, большая часть, не соответствовала этой программе, получается. Смотрите, когда человеку от природы свойственно хотеть побольше всего хапнуть себе, и только наблюдение за обществом подсказывают, что нужно дружить с окружающими людьми, нужно там в чем-то где-то уступить, компромисснуть, нужно быть вежливым, что... Он коммунист, друзья, поздравляю. Выложить безопасно, приятно, весело, и командой большего достигнешь, да? Но все равно от природы сохраняется, что если тебя и так все любят, и с тобой и так все дружат, а ты можешь что-то себе хапнуть побольше, то лучше хапнуть, на всякий случай. И поэтому люди сидят, ну не знаю, баллотируется человек в депутаты, он обещает, что он будет хороший, он будет делать то-то и то, он будет все прекрасный, он будет ясное солнышко, он будет для всех таким вот благотворителем. Но когда он сидит потом на своем депутатском кресле, вот у него есть какие-то возможности, тут можно хапнуть, тут можно... Так, друзья, про буддизм будет в этом видео, никто не знает. Человек от себя, он может быть и хороший человек, ну то есть он как бы стремится, там вроде бы даже обещания свои выполнять, но от природы есть вот такой соблазн, что вот хапни, хапни побольше. И очень часто, в основном, люди поддаются на этот соблазн. Ну, я думаю, вам не надо это объяснять, да? Чаще всего депутаты не святые-святые, и такие ходят там за зарплату, которые ездят, ну то есть покупают хлеб в магазине для обычных хлебов. Ну, кстати, вопрос, чаще ли всего или не чаще, нужно провести, наверное, исследование, в котором будут принимать участие все депутаты, от высших до низших, и смотреть, кто сколько чего нахапал, и узнать это непосредственно. Только так мы можем вынести достоверное... Ой, достоверное решение, простите. ...людей за свою зарплату, да, и ездят на велосипеде на работу? Нет, они ведутся найти искусство. Причем он, как я понял, приводит в пример не только русских депутатов, но и заграничных. В таком случае мы тоже должны, как бы, учитывать их. ...нушения, и начинают грести под себя побольше. То есть, когда есть некий инстинкт... Интересно, что такое стрим в онтологическом плане? А вы, уважаемые, должны спросить, относительно чего? Относительно кого? Относительно человека? Относительно существования техники? Относительно меня или относительно вас? Где сейчас существует стрим? В атлантических кобелях... ...кабелях? Атлантические кобели? Это смешно было бы, кстати. Ну, скорее всего, он сейчас существует в качестве изображения. Он может существовать в качестве изображения на вашем компьютере, в качестве изображения сейчас на моем компьютере. В том числе на серверах он, видимо, существует. И в проводах, может быть, в виде сигналов определенных как-то существует. Только все эти формы существования разные, потому что идет постоянная перекодировка. кодировка. Ну, то есть, когда он в проводах, это одна кодировка, потом он попадает на сервер, и на сервере, наверное, другая кодировка какая-то, что-то там по-другому сохраняется, всё. Атлантические кобели, которые расправили плечи, плюс чат. Мы сегодня уже расправили плечи по спорту, вот так, ребят. Кстати, реально, когда я видел всех спортсменов, вот этих вот тяжелоатлетов, они все ходят вот так вот. Вот так типа ходят, специально. Потому что они типа не могут, видимо, так руки специально так делать, типа они крупные, ребята. Вот смешно выглядит всегда. Причём, мужики обычно довольно-таки тоже крупные, они не дрыщи, видно, что они, ну, тренируются, но они ещё специально вот так вот. Ух ты. Есть некая биологическая программа, то за длительное какое-то время, даже если ты заявляешь другие цели, что нет, я буду жить совсем по-другому, нет-нет, да и съедешь к основной своей биологической программе. Поэтому я говорю, что когда мы выбираем разве... Ну, фуфло, пока фуфловское оправдание. И клёвые стоп-кадры, мне нравится. Видите, и активное взаимодействие с реальным миром и познание Вселенной. Когда мы выбираем улучшать качественно свою жизнь, свой быт, открытие делать научное, налаживать производство, да, продвигать научно-технический прогресс, повышать образование. С МТ, я надеюсь, это не Сармат. Культуру, спорт, улучшать медицину и вот всё подобное. То мы действуем сообразно своей генетической программе, биологической своей программе. И мы не можем никуда съехать. Это, как вам сказать, то есть вот это вот развитие, когда мы всё лучше познаём Вселенную и всё лучше налаживаем свой быт, это, во-первых, полностью находится в рамках здоровой морали, то есть это всё хорошо, это никого не ущемляет. То есть я не говорю, что развитие — это обязательно создание гигантских мусорных свадок. Да, так и получается. Очень интересная картина такого стрима происходит. Тут несколько уровней бытия просто получается. Я, как ведущий стрима, я здесь действительно существую и что-то веду. Вот. Вы, как зритель, тоже в другом где-то месте сидите и это воспринимаете. А между нами происходит тоже вот такое вот интересное нечто. Что-то транслируется на мониторы наши, во-первых. На мой монитор транслируется немножко одна картинка, на ваш другая. Очень такое тоже интересное. У меня рабочее место вот тоже немножко по-своему устроено, и вы не видите большую часть моего рабочего места на моем мониторчике. Поэтому, да, у меня тут своё бытие, у вас своё бытие получается. И ещё промежуточное бытие всех этих электрических сигналов, кодировок, техники, железа, проводов и так далее, и так далее. Да, интересно. Палок растущих. Не, с этим как раз нужно бороться. Но я имею в виду, если мы это заборем, вот как Швеция, например, у которой полтора года назад закончился мусор в стране. Кто не в курсе, погуглите. В Швеции закончился мусор. То есть, если и мы вот так потихоньку... Надеюсь, это не про полицию, шутка сейчас. Идём на другой режим. У нас закончился мусор, но развиваться нужно, это никого не ущемляет. Это, наоборот, сообразно здоровым представлениям о мире, здоровой морали. Если же мы выбираем отстраняться от всего, то когда на нас будет лететь метеорит... Я, кстати, не понимаю, что здесь о буддизме вообще. Он просто сказал, ну, буддисты много сидят. А теперь поговорим про биологию. Ну, во-первых, у бактерий нет никаких генов. Во-вторых, я не знаю, что там ещё происходит. Во-вторых, в-третьих, в-четвёртых мы там стремимся размножаться, передавать свои гены. А в-четвёртых, там мусора нет в Швеции. Как это с буддизмом связано, я пока не понимаю. Или люди на островах какие-то живут, а поднимается уровень мирового океана. Всем этим людям нужно будет решать задачи по выживанию, которые они решать не умеют. И много лет, десятилетиями, допустим, жил человек 60 лет, отстранялся от реальности и медитировал. И он мог бы эти 60 лет посвятить улучшениям каким-то. Научному прогрессу. Строительству каких-то очень полезных заводов. Он сказал, что он не знает, в общем. Так, а я не знаю, есть ли у бактерий гены? В общем, просто про биологию много здесь издирает, это прикольно. Каких-то телекоммуникационных сетей. Но нет, он просто сидел и медитировал. А теперь, когда проблема уже пришла, её надо решать, но мы в принципе... Великий биолог перед нами стоит. Им решать задачи, ну да, вот, такое, человечество буддистов, мы их не... Просто про бактерии было реально очень смешно. Я не знаю, чувак затирал несколько минут про биологию, про наше назначение биологическое, как мы должны там выживать. И у бактерий тоже есть это назначение. И вдруг так внезапно... Так, а я не знаю, есть ли у бактерий гены, блядь. Что за хуйня, чувак? Что ты несёшь? Ну да, если верить учёным, то есть так же, как и у нас. Просто с бактериями дела обстоят немного сложнее, ввиду того, что, если не ошибаюсь, они прокариоты. То есть у них ещё нет ядра оформленного, вот этого вот прекрасного, замечательного, которое есть в наших клетках. Вот, а потом эукариоты, они уже... Эукариоты значительно больше бактерий, кстати, получаются, ну, в сравнении. Ну, то есть очень интересно. Да. Ну, то есть интересно, чувак рассуждает о биологии, а не знает вот такой вот фигни вроде бы поверхностной, которую знает даже вот чувак-антисиентист какой-то, которому это вообще не интересно. И умеем решать, и не можем их решать, и не будем их решать. То есть у нас официальный курс, что мы отстаем... Ребят, да, давайте поговорим сегодня про философию биологии. Так, а есть бактерии, гены, кстати? Ммм, меняемся. Нас ничто не интересует. И не хотелось бы попасть в такую ситуацию. Да, бактерии круче, чем буддисты, действительно. Может быть проблема в том, что вы не понимаете дискрипцию идей, ибо испорчены академические дисциплины. Ну вы... Что ж вы говорите-то всё, академические дисциплины? Ну что, 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 чем я испорчен? Это плохо быть буддистом? Нет, я же говорю, это всё оценочное... О, буддисты, 20 минут прошло, слово буддисты, друзья, поздравляю. Мы дождались буддистов, поздравляю. А у буддистов есть гены? У меня вопросы просто, я не знаю, это хитрый такой вопрос, с подвохом. Можно, действительно. А есть ли у буддистов гены, и если они их не передают, то как проверить, что у буддистов есть гены? А? А? Это глупый, глупый вопрос. Можно так жить. Просто я вижу, разобравшись, проанализировав, как это всё устроено в жизни, я вижу, что отстранение от жизни... Ну я тоже, я никогда не видел бактерии непосредственно, собственно, глазами, поэтому я не знаю, есть ли вообще эти бактерии, и что это, и как их вообще воспринимать и описывать, я, честно говоря, сам не понимаю, но... Просто чувак явно в синтетической такой традиции работает. Почему слова буддизм — это прострадание, молодость Будды и нирвану хуже, книги профессора про буддизм, что значит хуже описывают идеи, что такое... А где я сказал что-то вот про это, пожалуйста, напомните мне. Несообразно нашей биологической программе, потому что, когда приходит проблема, её нужно решать, а мы отстранялись, потому что мы не учились решать эту проблему. А если мы учились, это значит, что мы интересуемся жизнью, а не отстраняемся от неё. Поэтому, вот я был вдохновлён буддизмом, как там, какие интересные люди, какой там антураж специфический, сколько фильмов там всяких снято, но... Жестикуляция, конечно, просто, но на самом деле адская. Ну у Анны, кстати, тоже что-то вроде было, но она более сдержана в своих жестикуляциях. Мне кажется, вот этот чувак, он просто пытается что-то сказать нам на языке символов, да, друзья? Ну на языке вот этого жестов вот так вот, пытается нам что-то показать внезапно, и вот он постоянно руками двигает адски. Уже где-то в возрасте лет 27-28 я понял, что это, ну скажем так, не хочу никого задеть, ну скажем так, деструктивное мировоззрение в том плане, что оно толкает людей как бы назад в развитии. В том плане, что если ты сидишь на месте и ничего не делаешь, жизненные обстоятельства там меняются, климат меняется, общественные отношения меняются, какие-то, ну не знаю, обмен веществ в природе претерпевает изменения. То есть, чтобы просто... Я просто заранее предсказываю ответ. Профессор лучше и больше знает о неких идеях буддизма, что полезнее для людей. А тут, смотря, надо смотреть на то, не что знает профессор, а что он практикует. Можно подойти к буддизму с разных сторон. Ну вот вы, может быть, практик буддизма, и вы не знаете каких-то тонкостей, различных теориях буддизма, направлениях. Вы просто что-то практикуете, и на себе прочувствовали это. В этом смысле вы будете знать больше профессора, который это не прочувствовал. Ну просто тогда, получается, разные критерии знания будут высвечиваться. Профессор знает какой-нибудь культуролог, какой-нибудь религиовед, он знает такую вот поверхностную информацию, там, когда жил Будда, когда он умер, когда написана приблизительно та или иная книга, когда умер на Гарджуна, когда умерли, жили другие люди, там, Диг Нага, и прочие-прочие-прочие потрясающие буддисты, в общем-то, когда жили, умерли. Вот он это знает, он знает эти имена, знает идеи этих персонажей. Вот. А когда человек практикует буддизм на соответствии с какой-нибудь школой, он может даже не знать этих имен, в принципе, но практиковать. И в этом тоже есть какое-то, знаете, ощущение той своеобразной, которую профессор не испытывает. То есть разница, у них просто различные области знания в данном случае получится, что в любом случае имеет свой интерес для нас, для исследователей, чтобы это вот рассмотреть, исследовать. И знания хороши, с одной стороны, и практика хороша. Что-то вот как-то вот можно по-разному это рассматривать. Не только с точки зрения академической науки я позитивно к этому мог бы отнестись. Без какого-то прогресса, а просто поддерживать уровень жизни на одном и том же месте, нужно активно взаимодействовать с миром. То есть снегоуборочные машины должны быть, и дворники тоже должны работать. Да, чтобы просто поддерживать уровень жизни на одном... Зачем нам поддерживать уровень жизни? А, ну, а, я понял, мы биологические организмы, но у бактерий при этом нету генов просто, и все, все-все работает. На одной ступени нужно активно взаимодействовать с жизнью, подстраиваться. То есть вот сегодня дождь, а завтра снег, да, меняются условия, и мы подстраиваемся, подстраиваемся, и нам надо учиться прогнозировать это. То есть, а сколько нам снегоуборочных машин понадобится в следующем месяце? Тут синоптиков бы спросить, да, для этого нужно развивать... Ну, на самом деле, если не будет снегоуборочных машин, люди все равно будут выживать. Да, про буддизм реально 1,39 минуты было сказано, это, конечно, норм. Да, я согласен, это жизнь. Науку и вот там целые службы должны собирать кучу данных для этого. Если же мы отстраняемся, то мы, получается, деградируем, мы отстаем от меняющейся жизни. Это хорошо, если вот все время одинаковый стабильный климат, ты в нем живешь и вот медитируешь, медитируешь. И кто-то скажет, ну и что? Я так выбираю, я не хочу продлевать свое существование в вечности. Это все сансара. А я не хочу сансару и не хочу нирвану. Просветление, да, которое Сатори называется в дзен-будизме, это и есть как бы отстраниться от бесконечного порочного цикла смены сансары и нирваны и как бы просто созерцать это со стороны, равнодушно отстранившись. И человек говорит, все, я так хочу, и мне все равно, что я умру. И опять же, повторюсь, я не осуждаю ни в коем случае этих людей. Так действительно можно жить. И любая какая-то информация в плане, как жить нужно, это... Буддизм это набор людских мнений с семейным сходством или некая объективная сущность. Ну, я поскольку изучаю мнение, у меня все является мнениями. Вы должны понимать это как бы с этой стороны. Я вам отвечу, что все является мнениями. Если буддизм некая объективная сущность, в смысле объективная, у него есть субстанциональное существование? Ну, не знаю, не знаю, может быть. Может быть и есть, но скептически на этот вопрос ответить я не могу и не имею права на него отвечать. Если набор мнений, чем невежество, то Вальда о буддизме хуже мудрости буддолога. Он заявил, что видео будет о буддизме, а при этом рассказывает про отсутствие бактерий, бактерий-генов, про снегоуборочные машины и про выживание живых существ. В общем-то, вот что он рассказывает. Вот в чем проблема. Да, это видео заказал горилла. Снова промазал. Ему стоит заранее смотреть заказываемые видео. Но его сегодня про с нами еще и нет. Он сказал, что может быть и не придет. Еще некоторое время его не будет. И, кстати, друзья, поскольку металлической гориллы не будет, кому-то надо бы тоже постараться и заменить его с точки зрения донатов, потому что, ну, лол. Совсем без денежек я тоже как бы очень сильно грустить буду. Я все-таки не буддист. Всегда будет мнение, и это всегда будет просто личный выбор, который может быть просто либо более серьезно обоснован, либо как-то менее серьезно. Ну, то есть просто в порыве, под каким-то впечатлением, но без достаточно серьезного обоснования. Так вот я для себя выбрал генетические... Ну, то есть программу, сообразную, с нашим генетическим запросом. Я... У нас началась приличная часть стрима в Олеск, поэтому я прикрыл плечи. Но для вас я могу специально оголить вот так вот немного плеча. Может быть, это действительно форма буддизма. Я не знаю. Сам посвящаю свою жизнь. Но вряд ли он оригинален, потому что дзен буддистов переоригиналить в данном направлении очень тяжело. Я всем своим... Например, друзья, вы можете сделать хлопок одной ладонью. Это для многих дзен буддистов кажется парадоксальным. Да, победа над дзен буддизмом только что была завершена. Перед вами, друзья. Друзьям, последователям, ученикам и всем вопрошающим рекомендую, просто в частном порядке, вот когда меня спрашивают, для чего жить, что делать такого во вселенной, я... Размножайся! Познавать вселенную. Посвящать. А, познавай. Окей. Себя, познанию, вселенной. А размножаться когда? И гены свои продлевать? Чувак, ты только что другое говорил. Познавать, в принципе, можно не познавать. Ну, то есть, в соответствии с той моделью, которую он раскрывал, вообще в соответствии с такой биологической моделью познания, это, наверное, как бы очень странная вещь. Ну, то есть, познание это исключение в живой природе. Это прям вот, ну... Ну, то познание, которым люди занимаются, это прям ух! Ничего себе! Ничего себе, что получилось-то удаст. Да. Живые существа не занимаются таким глубинным, особенно теоретическим, познанием обыкновенно. Им это как бы чуждо. Наверное, наверное, чуждо. Я не знаю, как думают животные или не думают, но вроде бы по биологии это чуждо им все-таки. Не знаю, не знаю. Я с вами согласен, что это могло бы получиться интересно, но пока похоже на шизофазию, честно говоря. Я говорю людям, что мы должны распространиться по Вселенной как единый коллективный организм под названием человечество, как такой пчелиный рой, только гораздо умней, и познать Вселенную как вширь, постепенно, так и на месте вот качественно ее познать, ну, как бы в микромиры, углубиться в квантовые миры и все разобраться полностью, как все устроено и, наконец, понять весь смысл. Наконец, понять, как устроены бактерии. Потом уже как-то давно пора, друзья, да, наверное? А тут человек познанием хочет заниматься, и он такой, а если гены у бактерий? А если, я не знаю, ядра у эукариот, друзья, скажите мне, пожалуйста, я просто вот так вот, я не знаю, есть ли ядра у эукариот? Непонятно, непонятно, неизвестно. Всего, как все устроено, откуда все взялось, это, в первую очередь, жутко интересно. А во-вторых, если при всем при этом будут все время находиться люди, которые просто хотят отстраняться и медитировать, то они триллионами лет, ну, не знаю, насчет триллионами, потому что по научной версии Вселенная всего существует не более 14 миллиардов. А люди существуют триллионы лет по версии Тобальда. Ну, скажем так, еще миллиарды лет. Эти люди... Надеюсь, что я не ассоциируюсь у вас с оленем, Балеско. Люди смогут существовать и там спокойно себе отстраняться от чего хотят. А если не развиваться, если не выходить за пределы Земли, то рано или поздно нас может не стать всего человечества и все, больше неком. Я думаю, про запрет инцеста сестры с сестрой суть заключается в христианстве. Ну, вообще, в запрете гомосексуальных каких-то отношений во многих традиционных обществах. Ну, в основном в аварамических. По преимуществу, конечно же. Вот в чем запрет. Ну, то есть, ну, понятно, откуда это проистекает в данном случае. По крайней мере, в нашей культуре это понятно, откуда берется. Некому будет медитировать, некому будет заниматься практикой созерцания. И, опять же, является ли это чем-то фатальным? Да нет, кто-то скажет, мне нормально. Ну, я считаю там, что... Ну, кто-то скажет, я считаю, что человечество не обязательно должно жить. Мол, мне все равно, вселенной все равно. Ну, вот мне не все равно. Для меня, лично, очень интересно, познав вселенную как на месте качественно вглубь, так и вши. Так и бактерии еще познать очень интересно. Ну, я всегда оставляю для себя, знаете, такой запас, ну, чтобы вот не было все сразу прям познано, ну, а то возьму все сразу так и узнаю, вот так вот, ух, и узнал все. А нет, лучше оставлять запас и вот так вот думать, а если у бактерии гены? Вот так сидим и думаем, хм, ну, они вроде бы маленькие, маленькие такие, ну, может быть и нет, это генов. И люди, которые идут по этому пути. Спасибо, Валеска. Я вижу, как у них горят глаза, когда я людям это объясняю, и они живут, развиваются. И это же сразу такое, то есть человек говорит, я хочу заниматься тем и тем, я хочу в итоге финансировать вот такие-то научные проекты, хочу вот все это вести. Для этого мне нужна куча денег, чтобы у меня была куча денег, мне нужно, и там спрашивать, я объясняю, что тебе нужен эффективный менеджмент, то есть как минимум, тебе нужно очень хорошо понимать людей, хорошо общаться с людьми и хороший опыт в реализации каких-то, в выполнении практических задач, в управлении процессами. Поэтому иди сначала там, проходи обкатку, например, в торговле, потом там еще туда-туда, такой опыт, здесь логику учи, вот чтобы мышление вот так работало, там второе, по карьерной линии тебе до такого-то уровня нужно там продвинуться, потом можно там свое дело, потом там разберемся, будешь расти, потом там у тебя будет свой бизнес, там свои деньги, и вот будешь их там направлять на это, и у человека все, программа появится. А, я понял, он бизнес-тренер, все, все окей, все вопросы снимаются, окей, и у Багдарии Нергенов я тебя прощаю, чувак. А у бизнес-тренеров нет мозгов, поэтому, ну все нормально, друзья, все чисто. То есть у него появилась целая такая вот лестница развития? Что с буддизмом не так, а буддизм, он, в общем, не стремится к заработку денег, друзья, вот в чем проблема. Буддизм не стремится к бабкам. ...проект в голове, и он по нему идет, он понимает зачем, он понимает, что все это ведет в итоге, он не хочет всех кинуть и жить на Мальдивах, нет. Он хочет активно участвовать во всяких таких созидательных процессах, он хочет познавать Вселенную и не самолично один, а он хочет помогать другим это делать, он хочет ученых, получается, финансировать, он хочет создавать им условия, чтобы вот развивать науку хотя бы в частном порядке. И вот когда я просто вижу, что когда я людям вот это все расписываю, мы с ними прорабатываем такую мощную программу, то они живут и действительно горят глаза. Где-то там немножко человек рутиной, суетой замучается, стресса накопит, и немножко так глаза потухнут, приходит, или там пишет, или звонит, чтобы посоветоваться, я ему это обновлю в голове, он вспомнит, а, точно, так я же живу в удивительном мире, мне нужно его познавать, все. И потом, чем дальше, тем реже у человека бывают помутнения настроения, чем дальше, тем реже бывают какие-то затухания взгляда, то есть люди с такими амбициями, с такими эмоциями живут, дышат полной грудью и очень долго, то есть не просто как-то долго, а все, то есть чем дальше, тем реже бывают какие-то отклонения, и человек все, встроился в эту программу и погнал, погнал, я вижу энтузиазм, я вижу радость, Я вижу, что их жизнь наполнена смыслом. Почему? Потому что вся эта программа, расписанная наперед, до аж сверхзадачи, которая одному человеку сейчас из текущей ситуации никак не является выполнимой, это вот окончательное познание Вселенной, то есть когда вот так все расписано, то это полностью сообразно генетической программе. И люди живут прямо радуются, прямо счастливы, когда им вот это все распишешь, вправишь мозги на место. Люди реально всю жизнь потом, они не парятся тем, что, боже, зачем я живу, вот дети уже подросли. И я не знаю, мне часто пишут такие люди, к сожалению, которые не знают, зачем они живут. Молодежь очень много пишет, они не знают, зачем живут. Люди более старшего поколения, вот дети выросли, и что дальше делать, не знаю. А у этих людей, которые вот этот проект поняли, вот эту программу, все, у них такого уже никогда нет. Они счастливы, они продуктивны, они бегают такие радостно, суетятся, они друг с другом общаются на одном языке, все им очень классно. Буддизм, теперь для меня, это источник информации о, просто, такой уже изученный источник информации, о хорошей практике успокоения нервов. То, что буддизм, это просто для успокоения нервов, все. Вот что не так с буддизмом. И он противоречит программе генетической, и все. То есть вы не продолжаете свой род дальше, и все. Вот это плохо. Да, да, действительно, вот комментарий выше полностью объясняет претензию, как бы. А буддист не живет для этого, и в этом проблема заключается. Еще бабки не зарабатывает плюс к этому, и снегоуборочные машины не делает. Вот так вот, да. То есть буддистские медитации, вот это вот. А еще много кто не делает снегоуборочные машины, и не живет для того, чтобы всех непосредственно, да, в общем-то, осевидить. Да, тоже интересно, почему многие люди так не делают. У них же генетическая программа такая должна быть. Только у бактерий нет генетической программы, потому что генов нет, получается. Техника созерцания, она очень хорошо успокаивает нервы. Когда вы останавливаете внутренний диалог, это трудно сделать. Есть методики, есть и у Казаласа Кастанеды подсказки, как это делать. Есть у Вадима Шлахтера, каким бы он не... А есть и у Торвальда тоже подсказки, как остановить внутренний монолог с бактериями. Отличные методы. Один из главных методов лишения бактерий генетического материала. Есть у него качественные подсказки. По этому поводу, ну и в буддизме, да, вот это вот учат внутреннее молчание развивать. И вот трудно достичь, но когда вы достигаете, вот эти все образы хаотические не мелькают в голове, при этом вы ровно, стабильно, глубоко дышите, все это очень хорошо для умиротворения, для успокоения нервов. То есть как именно такая вот терапия, одновременно и физиологическая терапия, то есть дыхательная практика, да, это непосредственно физиологическая терапия, и психотерапия. То есть вы налаживаете работу своей высшей нервной системы, вы останавливаете вот эти мелькающие образы, хаотически очищаете свое сознание. Вот эта вот двойная терапия, психотерапия и физиологическая терапия, они, да, они позволяют вам успокоить нервы, в конечном итоге у вас просто мозги будут чуть лучше работать. Я стал очень тихим, действительно, сейчас я проверю по звукам, что происходит. Да, 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 я вроде стал действительно очень тихим. Захват входного аудиопотока теперь происходит погромче. Спасибо, друзья, что сообщили, пожалуйста, сообщайте иногда. Я не знаю, что, кстати, произошло, видимо, да, хер его знает, как обычно. Будут лучше организованы, и вы проживете дольше, у вас дыхательные и сердечные ритмы будут не такие сбивчивые, а гораздо ровнее. Ну, то есть это полезно. То есть буддизм это источник информации о вот такой полезной просто для здоровья практике. Что же касается именно цели... А про какие направления буддизма он говорит, мне просто интересно, ну, чтобы мы поняли хотя бы, хоть что-нибудь. ...и в жизни каких-то, ну вот, я не знаю, планов... У чувака 4 минуты, чтобы рассказать нам об этом. ...сю жизнь на десятилетие, то, конечно же, я за развитие, и поэтому буддизм как учение, которое должно, которое могло бы лежать в основе всей судьбы человека, я отвергаю категорически. И, ну, я не знаю, как назвать те идеи, которые я пропагандирую, ну, пусть это будет, ну, не знаю, ну, пусть это будет просто познание мира. Познание мира, такое вот научное развитие, не знаю, сами как... У меня нет полтысячи подписчиков, к сожалению, пока что, я пока еще слабее полутыщи даже. Хотите назвать, возможно, это совпало с уже существующими концепциями, где есть куча названий, но вот такая вот моя позиция, что буддизм это, спасибо, полезные для здоровья практики, но не более того. И, кстати, в этом плане, опять же, не хочу никакую группу людей выделить, что они как-то качественно лучше другой группы людей, а вот если рассматривать, ну, просто сами учения, вероучения какие-то, вот, ну, например, взять христианство, то там все-таки вот эти все принципы «не убей, не укради» они именно сообразны генетической программе, то есть мы должны сохранять эффективный коллектив. Вот, смотрите-ка, смотрите-ка, смотрите, да, я вспоминаю ваши вчерашние комментарии, вот, и очень-очень похож на них, вот, смотрите, видите, видите, какой вот образец у вас для подражания сейчас взялся, вы будьте осторожны с такими идеями, которые излагаете, потому что вот, вот, как бы, вот к чему это может привести постепенно. Чтобы мы лучше выживали, чтобы мы эффективнее справлялись с задачами, да, то есть расписаны принципы поведения, как нужно себя вести, чтобы мы дружно жили, чтобы мы были могущественными. Не в смысле возвеличивания над кем-то, а в смысле, чтобы мы много чего могли, да, могущество, когда я могу что-то, то есть чтобы вот… Да, он сильнейший, я согласен, но что делать? Была такая вот команда все больше и больше, да, люди там все праведные, которые в исключительно добрых отношениях друг с другом, они могут очень-очень слаженно коллективом работать и… Что-то еще хотел давать, ну, не убей, не укради, ну, в общем, да, и вот эта концепция, плодитесь и размножайтесь. Вот получается крестьянство. Плодитесь тоже направлено на то, что, получается, вот с такими правильными, ну, как правильными, опять же, оценочная категория, с вот такими принципами, которые позволят вам эффективнее выживать и эффективнее справляться с решением задач, вот таким коллективом… Ну, в принципе, в современном обществе не так уж и сложно, ну, просто выжить. Еще множитесь на таких же принципах, и все, вы, получается, будете действительно сильны, вы не пропадете. То есть это развитие, развитие, развитие. Это сообразно генетической программе. Буддизм не сообразен. И еще раз в заключение напомню, что можно прекрасно себе жить не сообразно генетической программе. Кто-то скажет, это просто случайность, которая появилась, что гены именно так устроены. Там ни в кого я не верю, ни в каких богов. Это просто случайность. И причем тут она до меня? Я разумом выбрал, решил жить по-другому. И это прекрасно. Я уважаю выбор всех этих людей. Просто сам выбираю для себя развитие. Потому что мне так больше нравится. Я озвучил свою позицию. Возможно, кому-то она тоже понравится. Это уже ваши дела. Хотите, будьте буддистами. Хотите, будьте вот такими научно-развивалистами. Вселеннопознавистами. И, ну не знаю, тогда добро пожаловать к моему косту. Будем общаться и будет интересно. Подумайте. О, еще один ученый, друзья. Поздравляю вас. Сколько ученых развелось в этом мире. Очень много ученых. Все ученые. С вами был Торвальд. Пока. Пока, друг. С вами был Торвальд.